так буду делать гряду для чеснока здравствуйте сажаем озимый чеснок уже запаздываю суперфосфат возьму потому что фосфор очень нужен именно луковичным и добавлю обычно я не добавляю суперфосфата не использую в этот раз решил попробовать первый раз точно не очень сильно устраивает результат по чесноку попробуем сделать вот так добавим суперфосфата и песка при посадке будем добавлять еще кое-что вот столько получилось на гряду такое количество песочка вот такое количество суперфосфата одно с другим смешиваем и перемешаем все сейчас одену перчатки все все это перемешаю перемешивать буду руками потому что смотреть надо можно на лопатой или тяпкой чем угодно вот такая вот гряда получается у нас есть сейчас дорвем остатки морковки просто стараемся почистить гряду но не главное там от моркови в общем а главное на на самом деле от сорняков но уж сорняки мы не будем заново вкапывать корни их мы должны с вами выбрать поэтому я сейчас буду заниматься прополкой это гряды вот так выглядит этой гряда сейчас все убрала прорыхлила там от мульчи немножко от свежей травка зеленая все корешки выбираем даже самые маленькие если видим обязательно убираю выкопала пять ящериц два шмеля пересадила в эту гряду эти три гряды уйдут в зиму горчицы и они же соответственно по весне будут для разных культур они обкладывались перегнившим перепревшим навозом в прошлую осень вот соответственно в эту осень с ними ничего происходить такого не будет они уйдут под сидератами это гряда у меня будет для зимового чеснока она не удобрялась под предыдущую морковь потому что морковь на так скажем на помете на перегнившим даже перепревшим помете все-таки она начинает рогатиться это не очень хорошо и поэтому под морковь удобрения не кладут азотистые но это насколько мне известно уже достаточно прохладно в общем 20 сентября сегодня я уже на самом деле припозднилась с посадкой гряду надо было раньше делать за неделю до посадки хорошо бы но к сожалению короче мы имеем что имеем поэтому готовим гряду так сейчас песок я буду примерно стараться равномерно распределять по гряде вот то количество определила вот так и теперь граблями пройдусь вот так получается после граблей и теперь мне нужен сухой лист поэтому беру косилку и пару баков сюда сухого листа я положу еще прежде чем перекапывать и перекопаю с сухим листом хотя в принципе можно вот и так сейчас уже буквально брать и сажать сразу чеснок разрыхлим землю сухим листочком дадим нашим червякам поесть хорошо перезимует сверху я тоже закрываю огромной шапкой сухого листа тоже чеснок пробивается через очень толстую мульчу и этот лист делают много плюсов я них рассказывала он по весне не теряет это гряда быстро влагу весеннюю самую ценную потом не растут сырники очень долго можно чесноку не подходить вообще там будет влажно хорошо и отлично и все замульчировано потом так уже к середине лета пробиваются какие-то единичные сырники мульча уже практически полностью перегнивает можно ее обновлять там или еще что-то делать волью почему именно сухой лист он перегнивает гораздо дольше а разрыхляет землю лучше поэтому лист сухой я закладываю в гряду мне очень нравится я делаю это не первый год и в общем это действительно работает хорошо видите я как будто пылесошу косилкой ветки палки все остальное и здесь очень немного небольшое количество семян сорняков потому что здесь саша косит изначально так же как и везде принципе здесь и мы не собираем с вами не нужны нам семена одуванчиков и всех остальных таких травок что получается целый бак и вот что получается в общем 23 бака и дельца обделано для того чтобы это скопать а когда я мульчирую то мне нужно примерно ну четыре пять таких тачек так примерно получается вот такой слой в общем небольшой под перекопку идет вы спросите зачем я вообще копаю вот такую землю я копаю потому что из-за меня уже все вскопали здесь кучище крысиных нор мне придется в любом случае использовать что-то более глубокое чтобы это дело все зарыть здесь была морковь здесь крыса постаралась потому что иначе просто посажу чеснок он будет висеть понимаете вот тем более сажая в два яруса и уже это испробованный вариант когда начинаешь на 15 сантиметров сажать луковицы она проваливается на 30 сантиметров но как минимум это не очень хорошо для всходов последующих поэтому под чеснок я гряду перекопаю получилось вот так в общем и теперь все это вместе перекапываем кажется кто-то тайком приходит и подсыпает вот эти вещи в гряду мне каждый раз сколько не копаю все время сколько не перерываю вот эта фигня всякая руку порезала блин так смотрите вот что получилось в итоге уже при перекопке сейчас я граблями все это выровняю более-менее гладко чтобы было листья будут мешать сажать чеснок я это как бы понимаю прекрасно через пару-тройку дней дожди все идут да всякая фигня немножечко это дело все осядет уплотнится вот что потом нас луковица не уехала никуда вот такая земля получается вот такая получается гряда что мы сейчас будем делать нам нужно чеснок правильно расшелушить проходи вперед моя помощница сладкая значит о семенном материале чеснока поговорим смотрите смысл какой так вот это видите я тяпнула головку до сметан и поэтому мы возьмем на семена то чтобы с этой стороны уж больно хорошие зубки а эти два мы просто выбросим хранится она вряд ли будет значит я купила мне очень понравились головки чеснока просто на обычном оптовом рынке значит смотрите вот такие очень мне понравились какая крупная много зубков очень он красный у него некоторые зубки немножечко прорастают это мне говорит о том что он не обработан от прорастания что в общем хорошо да они не бог весь какие не важнецкие я выберу только лучше но смысл в том что он явно видите стрелка была один и и он не знаю может быть он южный какой-то вообще непонятный то есть мне он очень понравился то есть он сорт держит то есть сортность у меня такая ведь они все красные одинаковые в общем примерно не знаю может быть он и калиброван искусственно как бы я попробую из этого вот этого посадочного материала что-то вырастить то есть но я боюсь принести с покупным чесноком себе какой-нибудь какой-нибудь сюрприз плохой поэтому я буду его дезинфицировать достаточно сильно то как не рекомендуют особо дезинфицировать но это убира убивает просто все я буду заливать эти зубки перекисью водорода хотя бы на час то есть намочу их всех в перекиси водорода перекись водорода распадается достаточно быстро то есть там не важно можно и на три дня замочить она будет перекисью там несколько некоторое небольшое непредложительное время но она убьет все почему не рекомендую так обычно делать потому что убивается и полезное и полезное потом не помогает этим зубкам земле уже справиться с какими-то еще патогенами особых патогенов каких-то я не наблюдала у меня чеснок хороший в общем все хорошо просто не хочется попробовать еще сорта поэтому я так сделаю лучше пускай у меня эти зубки погибнут чем я с ними принесу какую-нибудь дрянь потом после этого часа замочу на двое суток в фитоспорине фитоспорин смешаю с небольшим количеством гумата это для цветов там удобрения просто обычная гуминовые чтобы подпитать бактерии фитоспорине мы вот так сделаем с вами снова же по рекомендации с одного потрясающего канала если вы его не знаете то вам нужно о нем узнать обязательно это канал про цветок потрясающий там ведущий и мне очень нравятся умные люди вот так мы сделаем и я еще купила один сорт вот этот китайский чеснок я предполагаю ну то есть он по всем характеристикам похож на тот же что написано китай а много зубков тоже стрелка внутри эти зубки сейчас распотрошу и будут также дезинфицировать стрелка внутри говорит что это тоже снова же чеснок под зиму сажается звук перенесший мороз в принципе вот он тоже видел здесь пророс чуть-чуть значит нет раб не обработан от прорастания тоже попробую вот три головки меня получается вот этот чеснок я буду дезинфицировать перекисью а вот этот не буду смотрите так мой чеснок он достаточно крупная меня вполне устраивает у меня есть я не знаю какие сорта потому что это было взято исключительно там уже у предков у родителей черти скольких лет уже этот чеснок я его обновляю я рассказывала как постоянно и есть вот такие мешка с фиолетовым а есть прям совсем чисто белые-белые зубков меньше и он белее весь но тоже крупные меня очень очень нравится вот из 5 также я буду сажать слонове чеснок это ракомболь вот такой у меня вырос видите он еще крупнее в общем то и есть достаточно 1 звук в общем я получилось немножечко его развести у себя потому что была у меня одна головка это тоже все буду сажать вот такие зубочки у некоторых такие целые головки на получается сортов вот весь его распотрошу и тоже пущу вот такая смотрите у них 1 зубка мощная бывает вот вот я планирую с этих 1 зубок получить крупную очень ру ру луковицу следующем году их то зачем росток сломала ли он ну не надо было отламывать росточек ну ладно короче вот нет ты уже не приделаешь котеночек все все росточек мы сломали но бог с ним значит этот лук это значит чесноковинка давай мы ее на еду возьмем да себе салатик сделал все правильно сколько взять зубков на посадку у меня пятиметровая гряда сажать я буду ряды четыре ряда через 20 сантиметров другой от друга а метровая она в ширину значит соответственно через каждые 10 сантиметров у меня будет чесноковинка это чесноковинка будет у меня в два яруса соответственно получается что 5 метров у меня один ряд каждый 10 сантиметров значит 50 соответственно штук в ряду в два яруса это 100 штук 4 ряда значит 400 мне нужно зубков чтобы засадить мою гряду ну плюс минус возьмите 410 415 там какой-то не понравится еще что так 60 штук получилось их ровно не мудрство лукаво мы вот таким образом и всех прям потратим целых вам 11 рублей стоит бутылка перекиси этой шипит надеюсь вам слышно одна зубок у меня получилось в этом году 24 штучки но из тех которых я нашла еще в следующем году взойдут сами короче это из помните из бульбочка вот одна зубочки моего чеснока который я сажаю по диму их посажу 24 штуки значит пишем 24 штуки 400 набираем в общей сложности теперь попробуем раком более слонового сколько у нас выйдет чеснок значит меня замочен уже вторые сутки вот этот вот этот чеснок замочен уже вторые сутки вот этот первые сутки прошли обычный чеснок так это тот который магазинный и последняя ведерко это у меня ракомболь так этот вот в пучке сейчас висит это яровой чеснок много 1 зубок нам получилось оставлю их на посадку песка набрала более-менее сухого хотя сейчас такую погоду вообще что-то сухое сложно найти вот и сейчас будем делать очень простую в общем то штуку мы смешаем песок с горчицы вот такой порошок вот и будем делать такие маленькую подушку небольшую под корень каждую каждой чесноковины то есть условно я пол горсточки буду бросать даже не пол поменьше при посадке это сделает немножечко такую дренажную подушку под корнями легче корня будет пробиваться и немножечко дезинфекции от всяких гнили вот этих вот прикорневых тоже такая профилактика будет песок не мне сейчас уже рано конечно ситуацию подгоняет еще такой момент что тот покупной чеснок который у меня был приобретен для посадки в общем умудрился дать достаточно серьезные корни за двое суток замочки и мало того еще и стрелку достаточно приличную вы видите он просто тупо вырос в этом фитоспорении и поэтому если не сейчас то я боюсь я с этими корнями не посажу и уже чуть делала эту борозду как бы сказал мой дорогой перфекционист мой супруг как конь нассал да простите за выражение но короче будет как будет значит будет чуть-чуть кривовато ну что делать выровнять не буду потому что там большие луковицы посажены после этого после отметки после палки чуть-чуть мне пришлось вильнуть как всегда хотелось 4 сделать ряда сделаю 5 потому что иначе много посадочного материал остается но у меня еще есть малышки и еще теперь я заняла практически больше чем полторы борозды этим ракомболем короче мне надо раскорячиваться поэтому будет 5 они 4 полоски на эндогриде метровая по идее по 10 сантиметров с каждого края и в общем получается там но все равно конечно же я за более разреженные посадки но будем делать что получается уже сейчас обычно сажаю чеснок обычный в два яруса я сажаю эту палку использую вот до сюда я заглублю ее уже в сделанной борозде то есть это делается двумя конечно руками но я делаю вот так и видите так как земля достаточно влажная не то что влажная перевлажненная это отверстие благополучно остается через десять сантиметров делаю второе обычно я стараюсь не делать по два я делаю по 5 но вы смысл поняли да потом это тоже надо делать дальше в перчатках берется песочек и на дно хоп пол горстки хоп если здесь попало меньше здесь больше ничего страшного вот и нет песок с горчицы напоминаю в общем дезинфицирует все это дело берется луковица я беру стараясь одну побольше 2 поменьше что который побольше я ставлю на самое самое дно вот таким образом он и она видите ее потом я немножечко засыпаю землей буквально чуть-чуть потом снова песчаную подушечку чуть-чуть хоп и вторую ставлю второй ставлю может быть чуть в краешек но не более чем все и засыпаю землей все полностью сначала все нижние делаю потом все верхние дела потом засыпаю только все землей просто руки будут грязные я не смогу вам ничего показать вот таким образом понимаете да и сразу не засыпаю эту как бы бороздку пока не делаю следующую так мне виднее и делая следующую вы это все равно автоматом засыпите как бы получится и потом выровняете получится как вот здесь все вот так вот такая вот посадка азиму чеснока у меня получается я 5 миллион экспериментов затеяла но это как всегда у меня ежегодно такой процесс каждый раз что-то новое вот сажать будем зубками в два яруса как я и говорила все